Для продавца товара или услуги ему без разницы, какими деньгами с ним расплатиться. В экономике, основанной на кредите, всегда будет присутствовать инфляция, и это нужно понимать. Работаете этим водителем, и у вас заработная плата 100 тысяч рублей. А вы просто выполняете очень такую легкую работу и получаете за это 700 тысяч рублей в месяц. Мы не стали производить больше чего-то, да, мы производили столько же, просто продавали это уже в 7 раз дороже. Всем привет, на связи Максим Петров, вы находитесь на канале MaxCapital, это очередное видео, и сегодня поговорим об инфляции. Инфляция, с одной стороны, страшное слово, которое вызывает очень много негативных мыслей у людей. Как правило, у людей это ассоциируется, у обывателей, с снижением покупательской способности, зарплаты, которые получают люди. И здесь нужно поговорить, я считаю, о том, что же такое инфляция, в чем предпосылки для инфляции, что влияет на инфляцию. И поговорить о причинах инфляции непосредственно в России, что же на это воздействует. Итак, первое, о чем хочется поговорить, это фундаментальные вещи, что такое, в принципе, инфляция, откуда она возникает, какова природа инфляции. Если говорить о природе инфляции, возникает она, как правило, в экономике, основанной на кредите. Ну, то есть, если обрисовать схему, схема достаточно проста. В период, когда процентные ставки являются очень низкими, то потребительская активность у населения начинает расти. У вас кредит дешевый, значит, компания может расширять, с одной стороны, производство, с другой стороны, люди могут потратить, во-первых, заработанные деньги, во-вторых, они могут потратить кредитные деньги. Для продавца товара или услуги ему без разницы, какими деньгами с ним расплатиться. Будут ли это деньги по кредитной карточке или это будут деньги по дебетовой карточке, на которую получена заработная плата. И поэтому получается, что когда в экономике присутствует кредит, то на размер кредита, который человек может взять, то происходит увеличение объема потребления. И когда процентные ставки низкие, размер кредита, который может позволить себе обыкновенный потребитель, он начинает увеличиваться. Ну, логично, да, если сейчас взять, сделать ставки по кредитным картам в России, я не знаю, 5%, то как мы увидим, представьте себе, вам выдали сейчас кредитную карточку с лимитом 1 миллион рублей под 5%. Конечно же, это приведет к росту потребительской активности. Факторами, соответственно, влияющими на инфляцию является рост потребительской активности. На рост потребительской активности влияют два основных фактора. Это рост экономики. Раз. Почему это происходит? Когда экономика растет, люди уверены в завтрашнем дне, у них стабильная заработная плата, она периодически растет, и поэтому люди тратят достаточно активно. Второе – это кредитование, темпы кредитования. И это, соответственно, тоже, если кредитуют достаточно активно, то размер потребления, в принципе, увеличивается. И что мы получаем в этот момент? У людей растут доходы, они верят в завтрашний день, у них есть кредитные карточки, у них доступны потребительские кредиты, они начинают активно тратить. И реальное производство товаров или услуг не поспевает за вот этим темпом трат людей. И цены на товары начинают расти. Цены на товары начинают расти, соответственно, кредитор, который кредитует, который выдает потребительские кредиты, он начинает вот эти инфляционные риски, начинает закладывать непосредственно в стоимость кредитования. Увеличивается стоимость кредита, желающих взять кредит под более высокий процент становится меньше, и происходит сжатие экономики. Поэтому в экономике, основанной на кредите, всегда будет присутствовать инфляция, и это нужно понимать. Второй фактор, который влияет на инфляцию, это скорость обращения денежных средств. То есть мы вот в 2020 году видели уникальную ситуацию, когда, казалось бы, у нас должно увеличиться потребление. Процентные ставки в Европе отрицательные, процентные ставки в Америке около нуля. Мало того, еще дополнительно печатают доллары, дополнительно печатают евро и юаня, японские иены. То есть ликвидность вроде бы предоставляют, да, и по идее это должно привести к взрыву просто инфляции. Но этого почему-то не произошло. Причиной тому является второй фактор, который влияет на инфляцию, это скорость обращения денежных средств. То есть если у вас есть деньги, но вы их не тратите, то есть вы не покупаете товары, вы не покупаете услуги, вы никуда не передвигаетесь, вы в отпускании ездите, самолеты не летают, на машинах никто не ездит. То есть деньги вроде бы на счетах есть, но потребление, то есть обращение этих денег отсутствует. И получается, что в этом случае деньги дают, а инфляции нет, потому что уменьшилась скорость обращения денежных средств. Поэтому если мы говорим в теории, что влияет на инфляцию, во-первых, потребительская активность и темпы этой потребительской активности, насколько быстро эти денежные средства обращаются в экономике. Теперь давайте поговорим о России, потому что как утючего, да, умом Россию не понять, а решенным общим не измерить. Так же, как и в предыдущем видео, когда мы говорили о зависимости доллара, евро и рубля, есть внешние факторы, которые глобально влияют на курс рубля, есть внутренние факторы, которые влияют на курс рубля и доллара. Давайте теперь заглянем немножко в историю, в историю российской инфляции, как это происходило с нулевых годов. Что было причинами инфляции, что ее вызывало. Самое главное, попытаемся сделать прогноз, какие могут быть в дальнейшем темпы роста инфляции и что в России влияет на факторы. Первый фактор, он вытекает из того, что было сказано в самом начале. Это, конечно же, рост потребительской активности населения. Итак, давайте я приведу пример по поводу причин инфляции в России. Каким это образом, чтобы для вас это было более или менее понятно. Представьте, что вы являетесь водителем, который работает с 8 до 6, с четким перерывом. При этом нужно сказать, что с одной стороны, не все подряд могут работать водителями, нужна определенная специализация. Но сказать, что это высокоинтеллектуальный труд, как твой, это тоже, в принципе, ты сказать не можешь. То есть, нужно ли обладать навыками? Да, нужно обладать. Но являются ли эти навыки такими-то уникальными? В принципе, нет. Любой может обучиться. И вот вы работаете этим водителем, и у вас заработная плата 100 тысяч рублей. При этом престижная иномарка стоит, условно, 700-800 тысяч рублей. И что начинает происходить? За 10 лет заработная плата увеличивается в 7 раз. Со 100 тысяч рублей до 700 тысяч рублей. При этом стоимость машины не изменяется. Стоимость путевки на Мальдивы на двух человек в пятизвездочный отель стоит порядка 200-250 тысяч рублей. Квартира в Москве стоит 3,5-4 миллиона рублей. А вы просто выполняете очень такую легкую работу и получаете за это 700 тысяч рублей в месяц. То есть, опять-таки, за 10 лет у вас произошло увеличение заработной платы в 10 раз. Со 100 тысяч, вернее, в 7 раз. Со 100 тысяч до 700 тысяч. Почему я привожу этот пример? Что российское государство, в принципе, было таким водителем в нулевых годах. Стоимость барреля нефти выросла с 20 долларов за баррель в 98-м году, когда Россия объявила дефолт. До 2007-м году стоимость барреля нефти была 140. То есть, фактически, в 7 раз произошел рост бочки нефти, которую продавала непосредственно Россия. И в этом случае, через вот эту нефтяную ренту, в нулевых годах, как раз-таки, мы почувствовали, что мы стали богатеть. Сначала стали жить лучше, начали выплачивать стабильную зарплату, потом начали повышать пенсии, потом начали поднимать военную промышленность, инфраструктурные проекты. То есть, на самом деле, мы не стали производить больше чего-то. Мы производили столько же, просто продавали это уже в 7 раз дороже. И через вот эту нефтяную ренту, то есть, государство было вот этим водителем, а население, если можно условно так сказать, были бедными родственниками. Которая приходила к этому водителю и говорила, слушай, ну, займи мне 10 тысяч рублей, займи 15 тысяч рублей. И опять это пример, это метафора, да, естественно, это не было, ну, как я это описываю. Но, тем не менее, можно представить, что мы вот эти вот бедные родственники, которые начали получать вот эти вот доходы, а может быть даже не родственники, а дети, которым перепадало вот с этого большого барского стола. То есть, через нефтяную ренту мы вроде бы как стали же и богаче. То есть, количество денежных средств, которые мы получаем по сравнению с нашими тратами, постоянно увеличивалось до 2007-2008 года, потому что элементарно росли цены на сырьевые товары. К чему это привело? Во-первых, у нас зарплата, еще раз, удивительного в том, что зарплата в нулевых годах росла там на 15-25% в год, удивительного в этом ничего нет. Опять-таки, цена на нефть примерно такими темпами и росла. Помимо всего прочего, у нас увеличился размер располагаемых доходов, то есть, мы стали больше потреблять. У нас увеличилось количество денег, которые мы можем потратить. Помимо всего прочего, дополнительным фактором, которое привело к увеличению потребительской активности, стало то, что с 2003-2004 года у нас началось активно развиваться потребительское кредитование. А в 2005-2006 году, после принятия закона об ипотеке, началось еще и ипотечное кредитование. То есть, у нас и так доходы начали расти, их было более чем достаточно, чтобы покрывать текущие расходы. Но еще и дополнительно доступный кредит стал. Потребительский кредит, автокредит, ипотечный кредит. То есть, все это стало доступно, и все эти кредитные ресурсы, они тоже вылились в потребление. И поэтому, удивительного в том, что в нулевых годах инфляция имела двузначные значения, там 12-14-15%, удивительного в этом ничего нет. Мало того, у нас и предложение товаров и услуг, оно не успевало за этим потреблением. Я помню первую иномарку, которую покупал в 2007 году, просто чтобы купить популярную иномарку, типа Ford Focus, Mazda 3, Opel Astra. То есть, люди становились в очередь на 12 месяцев вперед, потому что потребление было громадным, колоссальным, и производители не могли удовлетворить этот спрос. Естественно, это приводило к росту цен, это приводило к инфляции. При этом, если мы посмотрим на 2009 год, если мы посмотрим на 2014 год, когда у нас происходит схлопывание инфляции. Инфляция произошла в 2007 год. Цена на нефть упала со 140 долларов до 60-70 долларов за полгода. Глобальный экономический кризис, банки закрыли лимиты, никто никого не кредитует, российские банки тоже никого не кредитуют. Люди увольняют, доллар начинает расти, рубль начинает ослабевать. И что мы в итоге получаем? Мы получаем, что вот у этого водителя, у которого зарплата была 700 рублей, она резко упала до 300. И, соответственно, в этом случае он начал задумываться, да, а нужно ли ему еще в долг давать. У нас перестали расти доходы у населения. Потребительское кредитование сжалось, то есть, банки перестали кредитовать. Государство перестало финансировать часть проектов, которые были запущены. И что? По мгновению, можно так сказать, волшебной палочки инфляции. Инфляция сразу же сжалась, потребление сжалось. И как раз мы помним 2009-2010 год, когда впервые, это было там для российских граждан, удивительно, когда процентная ставка Центрального банка России упала ниже 10%. И там в 2013-2014 годах доходило до 8%, когда она ушла ниже двухзначных значений. И это первый раз, когда мы почувствовали, что ставки по депозитам начали снижаться. Что произошло? Ничего удивительного не произошло. Цены на сырьевые товары упали, банки перестали кредитовать. Когда мы говорим о прогнозировании инфляции в России в будущем, что здесь в первую очередь будет влиять на рост инфляции? Если мы говорим именно о причинах роста инфляции за счет роста потребительской активности, должны увеличиться доходы населения. И очень активно должны увеличиваться доходы населения, чего пока в настоящий момент прогнозировать достаточно сложно. Наоборот, с 2014 года реально располагаемые доходы населения снижаются. Помимо всего прочего, растет налоговая нагрузка практически по всем фронтам. Это и налог на имущество, это налог на автомобили, это платные автодороги, это размер и собираемость штрафов, которые у нас происходят для наполняемости бюджета, это в том числе и девальвация рубля. Но это отдельная тема, которую мы сейчас рассмотрим. То есть говорить о том, что у нас растут располагаемые доходы населения, не приходится. И поэтому говорить о том, что у нас увеличится скорость обращения денежных средств, но опять-таки российское правительство не проводило громадных стимулирующих мер, как это было в Европе, как это было в других странах, когда просто поддерживали население, выдавая им чеки от государства. У нас этого не было. Поэтому ожидать, что у нас увеличится скорость обращения денег, мы не можем. Говорить о том, что у нас будут расти в ближайшее время очень активно располагаемые доходы, не приходится, наоборот, у нас увеличивается налоговая нагрузка, и это и дальше будет сжиматься. И единственным фактором, который может привести к росту инфляции в России, является уже не фактор роста потребительской активности и скорости обращения денег, а вот эта уникальная ситуация, которая относится исключительно к России. У нас еще фактором инфляционного давления является валютный курс рубля-доллар. То есть более подробно мы об этом говорили в видео, где-то вот здесь вы видите ссылочку. И мы там разбираем это более подробно, что влияет на валютные курсы. Но каким образом это влияет на инфляцию? Товары, которые поставляются в России и продаются в России, малой промышленности, средней промышленности, то есть очень много вещей, которые нас окружают, они являются импортными. Даже если вы считаете, что эта вещь, она произведена в России, в России она может собираться, но произведена она за рубежом. Ну, как пример можно говорить, допустим, батон, который мы потребляем, дрожжи привезены из Франции, оборудование привезено из Италии, какие-то добавки, которые там разрыхлители привозятся еще из какой-то страны. И вот эти вот расходные материалы сами, печи, на которых готовится этот батон, то есть имеют расходные материалы, которые требуют обслуживания, и все эти расходники, они непосредственно номинированы в валюте. Очень много товаров потребительского, ну, то есть, которые потребляем мы, они производятся из иностранных компонентов или непосредственно за рубежом. И когда мы, сталкиваясь с тем, что правительство плавно девальвирует национальную валюту для того, чтобы получать более высокие налоги от сырьевых компаний, и важно, чтобы были эти доходы в рублях были очень высокие, оборотной стороной этой медали является то, что импортные товары начинают стоить дороже. То есть, рост цен на потребительские товары, индекс, по сути, там, инфляция так и называется, да, то есть, индекс потребительских цен. То есть, потребительские цены, они растут не потому, что мы потребляем больше, не потому, что мы стали зарабатывать больше, не потому, что активно кредитуют, а мы начали, цены на товары начинают расти по одной простой причине, потому что они торгуются в долларах. А доллар вместо 75 рублей, условно, да, пришел к значению 85 рублей. На 10% курс доллара увеличился. У государства на 10% увеличилась налогооблагаемая база сырьевых компаний, но при этом, конечно же, это в любом случае повлияет на импортные товары, которые мы с вами потребляем. И это вот отдельная уникальность российской экономики, да, о которой мы говорим. И здесь нужно просто говорить о том, что же может свидетельствовать о росте доллара, и вот эти вот инфляционные ожидания, которые могут быть заложены, каким образом мы их прогнозируем. Максим, если мы говорим, что в начале 2000-х мы жили хорошо, можно ли еще ожидать такого? Можно ожидать, если зарплата у того же самого водителя снова станет 700 тысяч. И здесь очень важный фактор, что можно говорить о зарплате водителя 700 тысяч, можно говорить о водителе как личности такой опосредованной, чтобы у него доход был 700 тысяч. В принципе, доход человека этого может быть и полтора миллиона. Просто дело в том, что когда ты занимаешься не особо квалифицированным трудом и получаешь очень высокую зарплату, ну, по сравнению с тем потреблением, которое оказывается, да, мы пришли к тому, что у водителя зарплата 700 тысяч, там хорошая престижная машина уровня BMW, 3-й модели Mercedes C-класса стоит порядка 700-800 тысяч один месячный доход, хорошая квартира в Москве стоит там 5-6 месячных доходов, то в этом случае у тебя вопроса развиваться в принципе не стоит. Проходить какие-то обучения, тренинги, получать второе высшее образование, да, то есть, ну, ты как бы ездишь, у тебя зарплата стабильно растет на 20-30%, но тебе это в принципе не нужно. Если опять-таки мы возвращаемся в нашу реальность и задаем, можем ли мы жить богаче, но это вопрос инновационного развития, да, то есть, это вопрос в том, что экономика российская должна зарабатывать не только за счет экспорта цен на сырьевые товары. В этом случае мы являемся зависимыми от международной конъюнктуры цен на сырье. То, о чем стоит говорить, и то потом, по какому пути идут азиатские экономики, это как раз-таки внутри создавать больше прибавочной стоимости. Это обучаться, развиваться, финансировать науку, создавать товары более глубокого передела, то есть, не просто нефть продавать на экспорт. Когда, не знаю, Роснефть сказала, ребята, давайте вот мы не будем в Китае продавать нефть, а давайте мы в Китае будем продавать бензин, солярку и мазут. На что китайцы сказали, ребят, погодьте, не нам ваш бензин, солярка, нефть, она нам не нужна. У нас на границе с Хабаровским краем уже там 7 нефтеперерабатывающих заводов построено, мы сами вам, в принципе, продадим солярку, бензин. То есть, товары более глубокого передела, где есть большая доля прибавочной стоимости. И в этом случае можно говорить, можем ли мы жить лучше? Да, можем жить лучше. Вопрос это экономической политики государства, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос каждого человека в отдельности, что он может, чтобы не быть вот этим бедным родственником, который зависит от богатого родственника, и приходит и спрашивает ему, дай 10 тысяч, дай 10 тысяч, дай 10 тысяч. И, в принципе, можно дальше рассчитывать, что тебе будет перепадать по 10 тысяч рублей в месяц. Или же ты, как этот бедный родственник, становишься богатым родственником, становишься, инвестируешь часть денег, создаешь собственный капитал, развиваешь собственный интеллектуальный капитал, человеческий капитал семьи. И, в принципе, зарабатываешь больше, но уже вне зависимости от глобальной конъюнктуры цены на сырьевые товары, создавая больше потребительской ценности самостоятельно. Собственно, этим мы и занимаемся на канале MaxCapital, поэтому подписывайтесь на канал, делитесь данным видео, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления, и становитесь богатым родственником. С вами был Максим Петров, до свидания и удачи!